«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». По сравнению с сегодняшним апостолом, особенно контрастно звучит это Евангелие, которое мы прочли. В апостольском зачале говорится о том, какой должен быть епископ. И перечисляются все его добродетели. И характером, чтобы был добрый и честный, чтобы был и управлял своим домом хорошо, и чтобы даже от тех людей, которые не принадлежат к Церкви, от язычников и от внешних людей, тоже имел бы хорошие отзывы, чтобы их критика, его, скажем, не ложилась бы пятном на Церковь. То есть мы видим, вот какой идеал, ну, наверное, не только епископа, но и любого члена Церкви, любого христианина. Потому что так уж получается, что грех любого христианина ложится на всю Церковь, и ради таких часто и поносится Церковь среди людей неверующих или только называющих себя верующими, но на деле говорящими, это ваша Церковь, эти ваши священники, эти ваши прихожане, забывая, что они сами тоже крещённые. И вот идёт повествование об неверном управителе. И Господь говорит это в качестве притчи, то есть в качестве назидательного примера. Вот. И что же этот управитель? Ну, плохо управлял имением. Причём видно, что злоупотреблял своим положением, потому что в конце концов пришёл на него донос, и его хозяин, господин говорит, что намерен его уволить и провести тщательный аудит всей его деятельности, чтобы он дал этот отчёт. И вот он в ужасе. Что делать? Вот что он будет делать, когда его выгонят за ворота? Копать не может, сил не хватает. Просить, стыдиться. Ну что, с голоду только умирать? И вот он говорит, знаю, что сделаю. Вот все должники моего хозяина, я им сделаю хорошее, доброе дело, они меня потом примут в свой дом, накормят, отблагодарят как-то. И вот он начал переписывать все их долговые расписки на меньшие. То есть, в общем-то, получается, и так своего хозяина обманывал, а тут ещё прямо, можно сказать, обкрадывает его. Вот. И вот удивительная реакция это хозяина. Он говорит, да, хорошо поступил. Почему же хорошо-то? Догадливо. вот до какого отчаяния должен был дойти человек, чтобы самому себе сказать, что ничего я уже в жизни этой не могу, и некуда мне деться, чтобы пойти на такие уже крайние меры. Вот так цепляться за свою жизнь и так думать о своём будущем. Так вот, господину понравилось и это. Понравилось не то, что он его обманул, не то, что он жулик, а то, что он так ищет для себя вот хоть какой-то малейшей возможности сохранить своё существование. Для чего Господь приводит эту притчу? Он говорит, что вот человек как цепляется за своё спасение, а мы христиане, вот верующие люди, совершенно не думаем о нашей вечной жизни. Думаем о чём угодно, только не об этом. Многие вообще вспоминают об этом только на смертном адре, а некоторые на смертном адре продолжают грешить. И вот в этом смысле сыны века сего, то есть те люди, которые принадлежат духу века сего, догадливее и ловчее, потому что они всё-таки думают хотя бы о своём существовании завтра и послезавтра. и конечно, когда речь идёт о вечной жизни, то действительно стоит задуматься, как не потерять её и что пересмотреть в этой нашей жизни. Вот. Дальше идёт такая цитата, что неправедным богатством приобретать себе друзей. и тоже непонятно, что нужно воровать, что ли, и на это друзей себе значит подарки делать. Вот. Но имеется в виду неправедность – это когда богатство идёт не на праведность, не на правду Божию, а когда идёт на удовлетворение собственных похотей. Это то самое, про что сказано «не в Бога богатеют». Вот когда человек богатеет не в Бога, даже если он честным трудом зарабатывает эти деньги, но не благодарит Бога, не жертвует на храм, не помогает ближним, то тогда он по сути дела неправедно живёт. То есть богатство это у него есть, заработано оно честно, это не нечестное богатство, но праведность это нечто другое. Праведность это когда у человека есть милосердие, благотворительность, когда у него есть добродетели, веры, надежды, любви. И вот отсутствие этих добродетелей и только потакание своему эгоизму в конце концов делает человека чёрстым, бесчувственным и всю его деятельность обесценивает. Но что пользы от этого честно нажитого богатства, если от него никому не стало лучше? Поэтому так может обесцениться любой наш труд. А к сожалению опыт показывает, что если человек живёт только духом века сего, только своим эгоизмом, только своими нужными потребностями, то в конце концов, как часто это бывает, это разъедает его душу. и зачастую труд его становится тоже неправедным. То есть легко он потом скатывается просто до откровенного стяжательства и хапужничества. И поэтому если есть успехи в труде, если есть достаток, прежде всего, конечно, надо поблагодарить Господа. и посмотреть, кто рядом, может быть, как-то нуждается в твоей внимании, в твоей заботе, в твоей материальной поддержке. Есть очень хороший рассказ такой. Он в стихах, я, к сожалению, в стихах его не помню, о том, как доходит до одного брата весть о том, что его брат усопший очень сильно голодает, очень сильно нуждается там. И он отправляет ему туда десять вазов со всяким явством. И вот с одного ваза падает корочка хлеба. Её подбирает какая-то нищенка. и он уже хотел её отнять, потом подумал, ладно, пусть она эту корочку съест. И через какое-то время приходит он благодарность от брата. Спасибо, твой дар дошёл, корочка хлеба. Вот то, что он не послал ему, вот именно то и дошло его брату. Вот те богатства, которые действительно мы собираем, собираем не на земле, а на небе, вот те богатства, которые ведут нас к жизни вечной. Аминь.